Казалось бы, все эти картины принадлежат кисти известных мастеров, профессионалов своего дела. Но это не так. Вернее, не совсем так. Все работы создавали ученики Российской Академии Живописи Ваяния Изотчества Ильи Глазунова. Ступень за ступенью будущие академисты тренировали свое мастерство. Не случайно и сама экспозиция названа «Ступени мастерства». Я была, в общем, где-то приятно поражена и масштабом, и размахом, и глубиной, и серьезностью профессиональной подготовки. На самом деле, выпускники нашего художественного училища тоже готовые профессионалы. И надо себя заставить, чтобы еще пройти одну ступень обучения. Я думаю, что после вот этой выставки многие захотят себя заставить пойти учиться дальше. В масштабах всей страны Академия Глазунова – уникальное учебное заведение. В этом году исполняется 25 лет с момента ее основания. Неукостительно следуя заветам высокого реализма, ежегодно учебное заведение выпускает профессионалов своего призвания. Экспозиция состоит более чем из 220 работ. Живописи, графики, скульптуры, иконописи, архитектуры – это основные направления Академии Глазунова. Обучение, мы считаем, должно быть консервативным. Это в каком бы жанре искусства не работали художники. Это и балет, это классическая музыка. То есть на традициях русской и западноевропейской школы строится наше обучение. Кстати, среди живописных работ представлены и картины выпускников Нижегородского художественного училища, которые закончили Академию Глазунова. Например, Алексею остался последний год в Академии. Учебное заведение подарило ему не только профессию, но и свое отношение к живописи. Это традиционная школа, она всегда будет нужна. Просто все, что вот это вот импрессионизм, постимпрессионизм, постмодернизм – это просто подмена ценностей, действительно. Как сказал наш проректор Николай Павлович Сидорович. Все обманывают нас. Самый интерес к этой выставке как среди художников, так и среди студентов художественных школ и нашего училища немалый. Подобная экспозиция в Нижнем Новгороде представлена впервые. Ее непременно нужно увидеть каждому. Тем более, что работать она будет не так долго – до конца марта.